Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Эфириум скоро перейдет на Proof of Stake, приблизительная дата 15 сентября этого года. Это означает несколько вещей для криптовалютного сообщества. Первое, твои монеты перейдут в новую сеть. Так что вопрос, а что вообще делать с ними? Как обезопасить себя во время этого перехода? И вторая вещь, которая куда интереснее, а как получить бесплатные деньги после перехода на Proof of Stake? Ты спросишь, а откуда эти бесплатные деньги? А оттуда, что планируется хардфорк эфириума и появится новая монета, которую каждый холдер эфира может получить в ходе бесплатного аирдропа. Почему этот аирдроп неизбежен? Потому что многие майнеры не хотят уходить с Proof of Work на Proof of Stake, по понятным причинам. Для эфириума это означает разделение на два блокчейна и образование новой монеты, которую каждый холдер эфириума получит. Абсолютно бесплатные деньги. В этом видео я расскажу тебе, как их получить. А если тебе нравятся такие экстренные обновления, которые помогают каждому криптохолдеру быть в курсе самых важных событий, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Это правда самая большая мотивация для меня прямо сейчас, учитывая, что YouTube не монетизирует русскоязычные каналы. Большое спасибо за твою поддержку. Итак, что тебе нужно делать в день слияния эфириума 15 сентября этого года? В реальности процесс перехода эфириума на Proof of Stake для обычного пользователя будет практически незаметным. И на самом деле очень-очень простой ответ. Ничего не нужно делать. Не пытайся совершать какие-либо транзакции в день слияния или за день до слияния. Я вообще не рекомендую совершать какие-либо транзакции за день в день слияния, потому что в это время могут быть большие прыжки комиссий за транзакции. Если тебе нужно что-то сделать с эфиром, сделай это до 14 сентября. 14 и 15 сентября не трогай эфириум. Комиссии могут быть адски высокими. Также знай, что основные провайдеры кошельков, такие как Metamask, TrustWallet, MyEtherWallet, Ledger и Trezor обновятся автоматически. Тебе ничего не нужно и не стоит делать. Я знаю, что некоторые из вас пользуются какими-то непонятными и странными кошельками, о которых никто не слышал. Тебе обязательно нужно проверить на сайте этих кошельков новости, связанные с тем, собираются ли они поддерживать переход эфириума на Proof of Stake и его потенциальный хардфорк после этого. Если твой кошелек не собирается этого делать, лучше бы тебе создать кошелек на Metamask, TrustWallet, Ledger. Также критически важно, ребята, чем ближе день слияния, тем больше мошенников. Всегда проверяй, на тот ли сайт ты зашел. Тебе могут присылать фишинговые сайты на почту. Это мошенники, которые якобы проводят аирдропы эфириум 2.0. Может быть такое, что на твой кошелек придет, к примеру, 100 тысяч каких-то непонятных токенов с предложением подключить свой эфириум кошелек и одобрить эту транзакцию. Для того, чтобы участвовать в аирдропе эфириум 2.0. Ни в коем случае этого не делай. Звучит максимально глупо, но многие в надежде заработать ведутся на это. Кроме этого, сейчас множество мошенников предлагают купить у них токены эфир 2.0. Этого тоже делать не нужно, это просто бесполезные фантики. Запомни, нет официального токена эфир 2.0. Также многих людей сейчас ловят на том, что им пишет якобы поддержка эфириума. Например, кто-то сообщает, что такая поддержка просит приватные ключи для подтверждения контракта и так далее и тому подобное. Вокруг хардфорка и перехода на Proof of Stake происходит взрыв мошенничества прямо сейчас. И каждый человек думает, ну я не могу попасться на такой развод, но поверь мне, так думает каждый. И каждый хотя бы раз в жизни допопадает. Даже я попадал. Причем на достаточно большие для меня суммы. Мошенники хорошо монетизируют твое незнание в тех или иных вопросах. Помни, тебе ничего не нужно делать вообще. О том, что тебе нужно делать, я уже только что рассказал. Что касается стейкинга эфириума. Многие задаются вопросом, что с ним будет после слияния. Стейкинг в официальном контракте все так же будет требовать 32 эфириума. Кроме этого, как ты знаешь, если ты сейчас стейкаешь эфириум в контракте для стейкинга эфириума 2.0, ты не можешь вывести свои монеты. Не думай, что сразу же после слияния ты сможешь это сделать. Тебе придется подождать от 6 до 12 месяцев. Да, 32 эфира это очень много. Это приблизительно 50 тысяч долларов. Не каждый себе может позволить такую сумму для входа в стейкинг эфириума. Но есть множество протоколов, таких как например Lido Finance, который позволяет стейкать даже один эфир. Но самое важное изменение это то, что доходы от стейкинга вырастут. Почему? Потому что комиссионные, которые раньше выплачивались майнерам, теперь будут уходить тем, кто стейкает эфир. Значит стейкинг эфириума будет более прибыльным. Теперь я хочу поговорить про потенциальный аэрдроп хардфорка эфириума Proof of Work после его слияния. Когда эфириум перейдет на Proof of Stake, многие майнеры с очень большой вероятностью продолжат работу в его старом блокчейне на Proof of Work. Они уже это подтвердили. Мы уже видели нечто подобное с биткоином, когда он разделился на биткоин, биткоины свои и так далее. Теперь эфириум ожидает в сентябре то же самое после слияния. Практически все переходят на Proof of Stake, но майнеры предпочтут остаться на Proof of Work по понятным причинам. Это их заработок. Но даже чейнлинки и USDC уже сказали, что не поддержат хардфорка эфириума, работающего на Proof of Work. Это значит, что у нас появится новая монета с очень большим недостатком инфраструктуры. Поэтому не думай, что ты внезапно разбогатеешь на этом хардфорке в два раза. Каждая монета хардфорка Proof of Work, которая скопирует монету Proof of Stake, скорее всего, очень быстро обесценится, потому что ее ничего не поддерживает, кроме разве что майнеров. Поэтому, когда ты ее получишь, сразу же ее продай. Так как же получить этот хардфорк, если ты холдишь эфириум? Есть два способа. Первый – это держать эфириум на крупнейших кошельках – MetaMask, MyEtherWallet и так далее. Это лучший способ. Так ты точно получишь аирдроп, когда он произойдет. Второй способ – это переместить свой эфириум на биржу, которая поддержит хардфорк Proof of Work. Во втором случае скорость получения аирдропа зависит от централизованной биржи. Лучше будет использовать первый способ, там все будет быстрее. Но если ты технически недостаточно подкован, второй вариант будет для тебя предпочтительнее. Самое главное – убедиться, что твоя биржа поддержит хардфорк. Для этого следи за ее новостями, например, в Твиттере. Как же потребовать получения аирдропа? Сейчас, к сожалению, я не могу показать тебе инструкцию, но я обязательно сниму ее сразу же после аирдропа. Постараюсь максимально оперативно это сделать, поэтому подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. Ну а меня зовут Богатище Ди, и как всегда я рад тому, что ты смотришь мои видео, ставишь лайки и комментируешь. Для меня это значит очень, очень многое. Учитывая то, что я буквально живу этим каналом, что я вкладываю в него всю свою жизнь последние 4 года. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok